Геометрические задачи В первую очередь при решении геометрической задачи нужно внимательно прочесть условия и постараться правильно сделать рисунок. Сначала нужно выяснить, что нам известно. Итак, нам известен параллелограмм ABCD. В этом параллелограмме сторона BC равна 19 и KM, это расстояние от точки K до стороны AB равно 7. Нужно найти площадь параллелограмма. Для того, чтобы найти площадь параллелограмма, мы должны найти высоту этого параллелограмма. Проведем через точку K высоту параллелограмма PN. Угол DAE равен углу BEA, как накрест лежащая при параллельных прямых AD и BC и секущей AE. Угол DAE равен углу BEA, равен углу BEA, потому что сказано, что AE и BK это бистектрисы углов А и B. Значит, треугольник ABE равнобедренный. Бистектриса BK это медиана в треугольнике ABE. Треугольник ABK равен треугольнику BKE по трем сторонам. Отсюда следует, что высота KM равно KP равно 7. Следующий пункт. Треугольник AKN равен треугольнику EKP по стороне и прилежащей к ним углам. Отсюда NK равно MK равно 7. Получим, что KM равно KN равно KP и равно 7. Точки N, K и P лежат на одной прямой. И высота PN это высота параллелограмма ABCD. Равна она сумме отрезков PK и KN равно 14. По формуле площади параллелограмма получим, что BC умножить на NP будет равно площади. Подставляем вместо BC 19, вместо NP 14 и получим, что площадь параллелограмма равна 266. Итак, ответ 266. Следующий пример. Одна из бисектрис треугольника делится точкой пересечения бисектрис в отношении 26 к 1, считая от вершины. Найдите периметр треугольника, если длина стороны треугольника, к которой эта бисектриса проведена, равна 7. Выполним рисунок. Построим треугольник ABC. В этом треугольнике проведем бисектрису AD. Для того, чтобы найти периметр треугольника ABC, мы знаем только лишь одну сторону BC. Чтобы найти периметр этого треугольника, мы должны узнать сторону AB и сторону AC. Рассмотрим треугольник ADC. Для этого треугольника CO является бисектрисой. По свойству бисектрисы, AC относится к CD, как AO относится к OD. Известно, что AO относится к OD, как 26 к 1. Значит, это отношение будет равно 26 к 1. Отсюда выражаем AC. Получим, что AC равно 26 умножить на CD. Рассмотрим треугольник ABD. Для треугольника ABD, BO является бисектрисой. По свойству бисектрисы, AB так относится к BD, как AO относится к OD, то есть как 26 к 1. Получим, что AB равно 26 умножить на BD. Сложим полученное равенство. AC плюс AB равно 26 умножить на CD плюс 26 умножить на BD. Получим, что эта сумма будет равна 182. Итак, для того, чтобы найти периметр треугольника ABC, мы должны сложить все три стороны треугольника. Сумма двух сторон треугольника – это 182. Длина третьей стороны – 7. Складывая, получим 189. Итак, ответ 189. Рассмотрим задачу номер 3. В равнобедренной трапеции ABCD основания BC и AD равны 8 и 24 соответственно. Найдите расстояние от точки пересечения диагонали трапеции до ее большего основания, если площадь трапеции равна 96. Итак, нам известно, что ABCD – это равнобедренная трапеция, где BC – это основание, равное 8, а D – основание, равное 24. Площадь трапеции равна 96. Необходимо найти МК. Чтобы вычислить МК, нужно найти высоту НК. Итак, вспомним, что площадь трапеции вычисляется по формуле С равно 1 вторая умножить на сумму оснований и умножить на высоту. Получим, что так как площадь трапеции 96, то 96 равно 1 вторая умножить на сумму 8 плюс 24 умножить на высоту НК. Отсюда выразив высоту НК, получим, что она равна 6. Рассмотрим треугольники СНМ и АКМ. Эти треугольники подобны по двум углам, потому что угол НМС равен углу АМК, как вертикальные. Угол СНМ равен углу АКМ, равны 90 градусов. Составим соотношение. Итак, СН относится к АК, как НМ относится к МК. СН это половина стороны ВС, если вся сторона ВС 8, то НС это 4. АК это половина стороны АД, если вся сторона АД 24, то АК равно 12. НМ это 6 минус МК. Подставив полученное значение в пропорцию, имеем, что 4 относится к 12, как 6 минус МК относится к МК. Выражая, получим, что МК равно 4,5. Итак, ответ 4,5. Рассмотрим следующий пример. Задача номер 4. Одна прямая касается окружности с центрами О1 и О2 в точках А и В. Другая в точках С и Д. Причем отрезок О1 и О2 не пересекает прямую АВ и пересекает прямую СД в точке К. Найдите длинные отрезков СК и ДК, если радиусы окружности равны 12 и 4, а В равно 4 корня из 21. В этой задаче самое главное правильно выполнить рисунок. Итак, мы имеем две окружности. Окружность с центром О1 и с центром О2. Радиусы этих окружностей 12 и 4. Одна прямая касается окружности в точках А и В. Вот это прямая АВ. Другая прямая в точках С и Д. Причем должно выполняться условие, что прямая АВ не пересекает О1 и О2. И прямая СД пересекает О1 и О2 в точке К. Итак, нам необходимо найти отрезки СК и ДК. Для того, чтобы найти СК и ДК, нам нужно вычислить О1, К и КО2. Радиусы окружностей даны. Проведем из точки О2 прямую О2H параллельную прямой АВ. HO2 параллельно АВ. HO2 будет равно АВ и будет равно 4 корня из 21. Далее, О1H будет равно радиусу О1А минус радиусу О2Б. Так как прямые параллельны, то расстояние между параллельными прямыми будет одинаковое. И расстояние АВ будет равно радиусу О2Б. То есть, получим, что О1H будет равно 8. Из прямоугольного треугольника О1HO2 по тереме Пифагора находим О1О2. Итак, О1О2 в квадрате, это гипотенуза, будет равна сумме квадратов катетов HO1 и HO2. Получим, что О1О2 в квадрате это 64 плюс 16 умножить на 21. Вычисляем, получим, что квадрат будет равен 400 и сторона О1О2 равна 20. Пусть КО2 равно Х. Тогда О1К это 20 минус Х. Из подобия треугольников О1СК и О2ДК получим пропорцию О1К. Так относится к О1С, как О2, как О2Д. Подставив полученное значение, имеем 20 минус Х относится к 12, как Х относится к 4. Выберем, выполнив определенное преобразование, получим, что О1К равно 15. Из треугольника О1СК по тереме Пифагора получим, что СК в квадрате равно О1К в квадрате минус О1С в квадрате. Это будет равно 15 в квадрате минус 12 в квадрате, равно 81. Получим, что СК равно 9. Из треугольника КДО2 по тереме Пифагора ДК в квадрате равно О2К в квадрате минус О2Д в квадрате равно 9, значит ДК равно 3. Получим ответ 9 и 3. Рассмотрим пример 5. Итак, прямая параллельная основанием трапеции АВСД пересекает ее боковые стороны АВ и СД в точках Е и Ф соответственно. Найдите длину отрезка ЕФ, если АД равно 44, ВС равно 24, СФ относится к ДФ как 3 к 1. Поэтому рассмотрим треугольники КФС и АЦД. Эти треугольники подобны, потому что у них угол С общий. Углы САД и СКФ равны как соответственные при параллельных прямых КФ и АД, откуда мы можем составить пропорцию. КФ относится к АД, как СФ относится к ДФ. Так как СД состоит из отрезков СФ и ФД, мы вместо СД запишем сумму этих отрезков, что равно 3 четвертых. Поэтому КФ равно 3 четвертых умножить на 44 равно 33. Аналогично из треугольников ЕАК и АВС получаем, что ЕК равно ВС умножить на 1 четвертую, это будет 6. Таким образом, ЕФ равно сумме отрезков ЕК и КФ. ЕФ равно 6 плюс 33 равно 39. Ответ 39. Ребята, попробуйте дома решить задачи номер 26 из банка заданий ОГЭ. Урок закончен. До новых встреч! Здравствуйте, девятиклассники! Мы продолжаем цикл уроков биологии по крымской программе «Учебник Сухорокова и Кучменко». Тема урока «Развитие и смена сообществ и экосистем». Предлагаю следующий план урока. Мы изучим сегодня новое понятие – сукцессии, рассмотрим этапы развития сукцессии, типы сукцессионных изменений, закономерности этого процесса и разберем тестовые задания ОГЭ в формате ФИПИ. В сообществах постоянно происходят изменения. Изменяется их видовой состав, численность тех или иных групп организмов, трофическая структура, продуктивность и все остальные показатели. То есть, сообщества изменяются во времени. С течением времени на смену одному сообществу приходит другое. В естественных экосистемах смена сообществ – это закономерный процесс. Мощным фактором изменения биогиоциноза может быть деятельность человека. Обратите внимание, какие бывают изменения в биогиоцинозах. Они бывают циклические, например, это смена сезонов года, весна, лето, осень, зима. И бывают поступательные. Поступательные – это сукцессионные изменения. Сукцессия – это направленные, последовательные изменения в биогиоцинозе. Они однозначно приведут к смене биогиоциноза. Такой процесс саморазвития биогиоцинозов, происходящий вследствие взаимодействия живых организмов друг с другом и с окружающей средой, называется сукцессией. Термин этот впервые предложил ученый Каульс в 1898 году. Примером, который можно использовать как модель развития сообщества, служит заселение организмами обнаженной горной породы на недавно образовавшемся вулканическом острове. Деревья и кустарники не могут расти на голой скальной породе, так как здесь нет необходимой для них почвы. Однако водоросли, попадая на такие территории, заселяют их, образуя пионерные сообщества. Что значит пионерное сообщество? Это первое, первичное в переводе. Пионерное означает первый. Постепенно накапливаются отмершие и разлагающиеся организмы, происходит эрозия горной породы. В результате выветривания все это приведет к формированию слоя почвы, достаточного для того, чтобы здесь могли поселиться уже более крупные растения, такие как мхи и папоротники. В конце концов, за этими растениями следуют уже более крупные формы, семенные растения, включая травы, кустарники и древесные формы. С чего же начинаются сукцессионные изменения? В начале формируется пионерное сообщество. Оно заселяет обнаженные горные породы, пустыри, пожарища. Примеры таких сообществ – это, например, лишайники, мхи, одуванчики, матемачиха и многие-многие травянистые формы. Этап стадиальных сообществ. Идет замена пионерного сообщества стадиальным, то есть промежуточным. Затем стадиальные сообщества сменяют друг друга, становясь богаче и сложнее. К таким относятся луга, березники, ельники, пустоши и мелкие водоемы. Формирование и расцвет климаксного сообщества – это третья стадия. Развивается климаксное сообщество, то есть устойчивый комплекс организмов, способный поддерживать собственный гомеостаз. Оно характеризуется равновесием между животными, растениями и окружающей средой. И без вмешательства извне может просуществовать неопределенно долгое время. К таким относятся дубравы, ковыльные степи, ельники, темнохвойной тайги. Рассмотрим новые термины, которые мы сегодня изучили. Пионерное сообщество – это сообщество организмов, формирующееся на месте лишённом жизни, например, на голых скалах или на гаре после пожара. Пионерное сообщество, как правило, является временным и готовит условия для поселения новых видов и развития новых сообществ. Пионерное сообщество представлены видами первопроходцами. Так на голых скалах сначала поселяются лишайники и мхи, а на месте выгоревшего леса изначально поселяются травы. Стадиальное сообщество – это нестабильное временное сообщество, сменяющее на отдельной территории пионерные виды и предшествующее формированию климаксного сообщества. Климаксное сообщество – это устойчивое сообщество, которое находится в равновесии со средой и является завершающей стадией сукцессии. Оно характеризуется равновесием между животными, растениями и окружающей средой и без вмешательства извне может сохраняться неопределенно долгое время. В нем животные и растения максимально взаимосвязаны и взаимозависимы. Равновесное сообщество. Это природное сообщество, характеризующееся тем, что его строение и состав колеблются около средней точки, представляющей типичное состояние сообщества. К таковым относится большая часть фитоцинозов. Сменять сообщество будут до тех пор, пока система не станет устойчивой и равновесной. Кроме того, сукцессионные изменения могут быть естественными и искусственными. К естественным сукцессионным изменениям относятся, например, зарастание лесного озера, к искусственным – вырубка леса. Рассмотрим естественные сукцессионные изменения на примере зарастания лесного озера. Застой воды может вызвать нехватку кислорода на глубине и накопление неокисленных продуктов. На дне накапливается ил. Ил – это остатки планктона. Образуется торф со временем. Это остатки растений уже прибрежной зоны. И постепенно происходит обмеление водоема. Сукцессионные изменения бывают первичные и вторичные. Обратите внимание, первичные начинаются на голом месте. Так, например, лишайник поселяется на скале, формируя пионерное первичное сообщество. А вторичные сукцессии происходят на месте разрушенного биоциноза. Так, например, восстанавливается лес после пожара. Рассмотрим пример сукцессии восстановления леса после пожара. Ель не растет на пожарище, так как на открытых пространствах заморозки повреждают всходы ели. Поэтому в первые годы развиваются травянистые растения. И только позже появляются березы, осины или сосны. Под защитой уже этих деревьев постепенно прорастают теневые всходы ели. Достигнув верхнего яруса, ель вытесняет лиственные формы примерно через 100 лет после пожара. Из вышеизложенного мы можем сделать следующие выводы. У сукцессий есть свои закономерности. Во-первых, при сукцессионных изменениях повышается видовое разнообразие, повышается устойчивость биогиоцинозов. Происходят эти процессы только в одном направлении, обратного хода нет. Вторичная сукцессия происходит быстро, продолжается до тех пор, пока биогиоциноз не достигнет большого видового разнообразия. Понимание закономерностей смены сообществ – это один из путей экологически грамотного сотрудничества с природой. В качестве закрепления разберем задание ОГЭ из кодификатора ФИПИ. Первое задание. Вернули следующее утверждение об устойчивости биоциноза. Вариант А. Чем больше в биоцинозе пищевых связи, тем он устойчивее. Антропогенное воздействие не влияет на устойчивость биоциноза. Нам нужно выбрать из четырех вариантов ответов один верный. Вариант первый – верно только А утверждение. Вариант второй – верно только Б утверждение. Вариант третий – верны оба утверждения. И четвертый вариант – оба утверждения не верны. Мы однозначно убираем вариант Б, потому как антропогенное воздействие однозначно влияет на устойчивость биоциноза. Поэтому правильный вариант ответа – первый – верно только А утверждение. Следующее задание. Установите последовательность появления организмов при формировании биоциноза на первично свободной территории. В ответе запишите соответствующую последовательность цифер. Конечно же, первыми являются пионерные виды, и первым будет лишайник. Вот сразу включаем правильный ответ. Лишайники. Следом за ними появляются мхи, травы, кустарники и деревья. Значит, правильный ответ будет. Следующая последовательность цифер – 1, 3, 2, 4, 5. Завершаем урок. Спасибо. Желаю успехов в решении заданий ОГЭ. Всем здоровья! Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Мы начинаем очередной урок русского языка. Сегодня он посвящен теме «Повторение изученного о глаголе». Глагол – одна из самых важных частей речи в русском языке. Писатель и литературовед Алексей Югов назвал глагол «самой огнепышущей, самой живой частью речи», в которой струится самая алая, самая яркая артериальная кровь русского языка. Но в то же время именно с глаголом связаны многие трудности русской орфографии. Сегодня на уроке мы с вами попытаемся убедиться в том, что эти трудности легко преодолимы, если, конечно, знать правила. Итак, мы начинаем. Обратите внимание на слайд. Перед вами шесть глаголов. «Строишь», «беречь», «прячешься», «режь», «помочь» и «увеличь». Что между этими глаголами общего? Надеюсь, вы увидели. Во всех них после шипящего стоит мягкий знак. На самом деле это все, что вам нужно знать для грамотного письма. В глаголах всегда после шипящего пишется мягкий знак. Но для того, чтобы успешно справиться с заданием пятым на ОГЭ, этого недостаточно. Нам нужно разобраться, по какой причине стоит мягкий знак в каждом из этих случаев. Напоминаю, пятое задание ОГЭ требует, чтобы вы вспомнили, выбрали правильное объяснение написания слова. Перед вами три объяснения. Мягкий знак на конце глагола второго лица после шипящего, на конце неопределенной формы глагола после шипящего и в форме повелительного наклонения. Во всех этих случаях после шипящего пишется мягкий знак. Пожалуйста, попробуйте распределить шесть наших глаголов в три эти строчки. Думаю, здесь сложность у вас не возникнет, и в итоге должно получиться вот такое распределение. Строишь и прячешься – это глаголы второго лица. Беречь и помочь – это неопределенная форма глагола. Режь и увеличь – это повелительное наклонение. Во всех трех случаях после шипящего пишется мягкий знак. Согласитесь, это было нетрудно. Значит, мы можем двигаться к следующей нашей орфограмме – это безударное личное окончание глаголов. Посмотрите на верхнюю строчку нашей таблицы, и вот перед нами эта орфограмма – строишь и прячешься. Почему в одном слове мы написали окончание –иш, а в другом слове написали окончание –еш? Наверное, вы вспомнили, что для ответа на этот вопрос нам необходимо обратиться к спряжению глаголов. Несмотря на то, что спряжение изучают в шестом, в седьмом классе, и вы, конечно, его уже знаете, имеет смысл сейчас вновь обратиться к повторению этой темы, потому что она важна не только для этой орфограммы, но и для многих других тоже. Итак, внимание на слайд. Проще здесь начать со второго спряжения. Для того, чтобы определить спряжение глагола, мы должны поставить глагол в неопределённую форму. Если в неопределённой форме глагол заканчивается на «ить», перед нами глагол второго спряжения. Три исключения есть – это глаголы «брить», «стелить» и достаточно редко употребляемый глагол «зиждется». Эти три глагола являются глаголами первого спряжения. Также вы, конечно, помните, что ко второму спряжению относятся 11 глаголов-исключений. Обычно их запоминают в рифмованной форме, например, в такой, как представлено на слайде. «Гнать, дышать, держать, обидеть», «слышать, видеть, ненавидеть», «и зависеть, и терпеть», «а ещё смотреть, вертеть». Вероятно, вы запоминали, может быть, в другой рифмованной форме эти глаголы. Это не так уж важно. Важно, чтобы вы никогда не путали, что это глаголы второго спряжения, хотя и не заканчиваются на «ить». Соответственно, все остальные глаголы являются глаголами первого спряжения. Зная это, мы с вами вспоминаем, какие буквы в безударных личных окончаниях глагола могут быть у глаголов первого спряжения. Это буквы «е», «у» и «ю». И у глаголов второго спряжения. Это буквы «и», «а» или «я». Мы с вами вспомнили орфограмму, теперь давайте попробуем разобраться с нашими глаголами. «Строишь» мы написали букву «и», потому что неопределенная форма этого глагола «строить», глагол заканчивается на «ить», это глагол второго спряжения, буква «и». Или во множественном числе была бы буква «я», «строят». «Прячешься». Неопределенная форма этого глагола «прятаться», глагол на «ать» не является исключением, следовательно, это глагол первого спряжения. Пишем букву «е», во множественном числе мы бы написали букву «у». «Прячутся». Очень важно, когда вы определяете спряжение глагола, очень важно правильно определить инфинитив. Для этого нужно, чтобы инфинитив всегда находился в том же виде, был в том же виде, что и, собственно, сам исследуемый глагол. Например, перед вами вот глагол «настраивает». Как определить неопределенную форму? То ли это настроить, то ли это настраивать. Если вот такая путаница возникнет, может возникнуть ошибка и в написании, потому что «настроить» — это глагол второго спряжения и требует букву «и» в окончании, а «настраивать» — это глагол первого спряжения и подразумевает букву «е» в окончании. Чтобы не ошибиться, мы определяем вид глагола «что делает-настраивает» — несовершенный вид, следовательно, «что делать-настраивать». Это его инфинитив, Это первое спряжение, поэтому в окончании и буква «е». Теперь можем немного потренироваться. Итак, перед вами на слайде вопрос. В окончаниях каких глаголов пропущена буква «а» или «я»? Они тащат, стелят, хлещут, выдержат. Где пропущена буква «а» или «я», где пропущена буква «у» или «ю». Давайте порассуждаем. Они тащат. Неопределенная форма глагола «что делать?» – «тащить». Соответственно, это глагол второго спряжения, значит, в нем пропущена буква «а». Стелют. Глагол в неопределенной форме заканчивается на «ить», «стелить», но мы с вами помним, что это исключение. И «стелить» – это глагол первого спряжения, следовательно, будет буква «ю» – «стелют». Хлещут. Хлестать – глагол первого спряжения, буква «у» в окончании. И обратите внимание на последний глагол «выдержат». Неопределенная форма этого глагола «что сделать?» – «выдержать». Глагол заканчивается на «ать». Мы с вами помним, что «держать» – это глагол исключения. Запомните, что словообразовательные элементы, такие как приставка «вы» или такие, как, например, «постфикс» – «ся» не меняют спряжение глагола. Следовательно, и «держать» – это глагол исключения, и «выдержать» – это глагол исключения, и «держаться» – это тоже глагол исключения. И он будет глаголом второго спряжения, в котором мы ставим букву «а». Теперь я предлагаю вам выполнить задание формата ОГЭ, задание 5 Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение, написание выделенного слова Будьте внимательны, читаем первое утверждение Он стелет В личном окончании глаголов второго спряжения пишется буква Е Думаю, вы увидели, это высказывание ошибочно Потому что стелить – это глагол, исключение, и это глагол первого спряжения И вот в первом спряжении действительно пишется буква Е Это высказывание ошибочно Гонят, они гонят В окончании глагола второго спряжения в форме третьего лица множественного числа пишется буква Я Вы помните, что в пятом задании формулировки могут быть совершенно разными Вы смотрите на их смысл, на содержание, и это высказывание соответствует действительности Крикните В окончании глагола первого спряжения в форме второго лица множественного числа пишется окончание ИТЕ Надеюсь, вы увидели ошибку в этом высказывании Крикните – это глагол повелительного наклонения Заканчивается он на «ите», но окончание этого глагола «те», а «и» – это суффикс Это еще одно правило мы с вами вспомним Глаголы повелительного наклонения в форме второго лица множественного числа Заканчиваются на «ите», где «те» – окончание, а «и» – суффикс Например, «свистните», «свергните», «выскажите» и так далее То есть это высказывание было ошибочно «Борешься» – глагол первого спряжения, поэтому в окончании пишется буква «е» «Борешься» – определяем начальную форму «буроть», «ся», следовательно, это действительно глагол первого спряжения И пишется буква «е» Он быстро решает В слове пишется окончание «е», так как это глагол первого спряжения Это тоже высказывание правильное Следующая орфограмма, которую мы повторим, это суффиксы глаголов Речь пойдет о суффиксах «ова-ева» и «ыва-ива» Правило перед вами на слайде В форме первого лица, если в форме первого лица единственного числа Суффиксы не сохраняются и глагол заканчивается на «ую» или «юю», то это суффиксы «ова» или «ева» Вставляем букву «о» или «е» Если в форме первого лица единственного числа суффиксы сохраняются и глагол заканчивается на «ываю» или «иваю», то это будут суффиксы «ыва» или «ива» Здесь для вас есть небольшая подсказка Чтобы проще вам было определить первое лицо и единственное число, для себя вы можете подставить местоимение «я» в самом начале Например, посмотрите на слайд Заведовать Я что делаю? Заведую Глагол заканчивается на «ую», следовательно, в этом глаголе суффикс «ова» Танцевать Я что делаю? Танцую Глагол заканчивается на «ую», буквы не сохраняются, значит, это будет буква «е» «о» или «е» в таком случае Рассказывать Я что делаю? Рассказываю Глагол заканчивается на «ываю», буква сохранилась, следовательно, это буква «ы» Развешивать. Я что делаю? Развешиваю. Буква тоже сохраняется. Глагол заканчивается на ивою, следовательно, пишется суффикс «ива». Это правило тоже вы, конечно, учили, сейчас мы его вспомнили. Теперь давайте потренируемся. Складывать. Как мы рассуждаем? Сначала ищем неопределенную форму глагола. Складываю. Глагол заканчивается на ивою, следовательно, буква «ы» сохраняется и в глаголе. Командовать. Я что делаю? Командую. Буква не сохраняется, значит, это буква «о», суффикс «пова». Горевать. Я горю, «ю», глагол заканчивается на июю, буква «е». Выстраивать. Выстраиваю. И сохранилось, и пишем в суффиксе. Исследовать. Я исследую, буква не сохранилась, глагол заканчивается на ую, буква «о». Подчевать. Подчую, тот же самый случай, буква «е». Допытываться. Допытываюсь. И сохранилось, пишем «ы». Недоумевать. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что на примере двух последних глаголов мы сейчас повторим две еще небольшие, но важные орфограммы. На примере глагола «допытываться» написание «тся» и «тся» в глаголах. Вы помните, что мы определяем постановку мягкого знака по вопросу. Если в вопросе есть мягкий знак, то в глаголе он тоже есть. Что делать? Допытываться. Мягкий знак есть, мягкий знак пишется и в слове. На примере второго глагола «недоумевать» мы с вами разберем сразу две важных вещи. Во-первых, запомните, что если… Вот глагол «недоумевать» отличается от всех предыдущих тех тем, что в нем ва ударное, ва под ударением. И запомните, если в глаголах ва под ударением, то в глаголе всегда будет писаться буква е. «Недоумевать», «заболевать», «затмевать» и так далее. Это первое, на что я хотела обратить ваше внимание. А второе – это написание «не с глаголом». Одна из первых орфограмм, изучаемых в школе, это то, что «не с глаголом» пишется раздельно. Все мы хорошо помним, но также помним, что есть исключение, это когда слово «не» употребляется без «не», как в данном случае. «Недоумевать», слово «доумевать» нет, поэтому «не с глаголом» пишем слитно. Еще одна орфограмма, к которой мы сейчас обратимся, это буква перед суффиксом «л» в глаголах прошедшего времени. Вы знаете, что «л» называют еще иногда суффиксом прошедшего времени. Он образует формы прошедшего времени у глаголов. Например, «читал». В этом слове написание не вызывает затруднения, а под ударением. Но если эта буква перед «л» безударная, здесь могут возникнуть сложности. Например, «сейл» и «строил». «я», «е», «и». Какую букву написать? Могут возникнуть затруднения, если не знать правила. А правило достаточно легкое. Перед «л» в прошедшем времени пишется та же самая буква, которая была перед «ть» в глаголах неопределенной формы. Сегодня мы часто обращались к неопределенной форме. Соответственно, «сейать» – глагол заканчивается на «ять», значит, и «сейал» будет с буквой «я». «строить» – глагол заканчивается на «ить», значит, и перед «л» тоже будет буква «и». Здесь нам неважно спряжение, здесь мы смотрим на окончание в неопределенной форме. Посмотрите на глаголы на слайде. «Видел» – ставим глагол в неопределенную форму. «Видеть» – значит, видел. «Вредничать» – что делать? «Вредничать» – значит, вредничал. «Обидеть» – значит, обидел. «Слышать» – слышал. «Таять» – «таял». «Клеить» – «клеил». Вот такое совершенно несложное правило. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Вспомним, какие орфограммы мы сегодня повторили. Мягкий знак после шипящих глаголов, безударные личные окончания глаголов, гласные в суффикса глаголах, написание гласное перед суффиксом «л», «ся» и «ся» в глаголах и «не» с глаголами. И завершим мы небольшим упражнением, заданием, в котором повторим все изученные сегодня орфограммы. Итак, опять это задание, опять формата ОГЭ. «Ночевать в палатке» – пишется суффикс «ева», так как в форме первого лица настоящего времени глагол заканчивается на «ую». Это правильное высказывание. «Увлечься игрой» – буква «мягкий знак» пишется в неопределенной форме глагола. Да, действительно, это неопределенная форма. «Не думая об угрозах», «не» с глаголами пишется раздельно. Надеюсь, вы увидели ошибку. «Не думая» – это не глагол, это «дея причастия». Вот где скрылась ошибка. Родители напрасно тревожатся. В безударных личных окончаниях глаголов первого спряжения пишется гласная буква «а». Что делать? Тревожить вся. Перед нами глагол второго спряжения, в котором действительно пишется буква «а». Следовательно, это высказывание ошибочно. «Надеялись». В глаголе прошедшего времени перед суффиксом «л» пишется тот же суффикс, что и перед «те» в начальной форме – это верное высказывание. Если вы сейчас смогли все сделать правильно, значит, мы действительно выполнили поставленную перед нами цель и убедились, что преодолеть все трудности русской орфографии, связанные с глаголом, возможно, если знать, конечно, правила. Я желаю вам всегда писать все глаголы правильно. На этом наш урок закончен. До свидания. Здравствуйте, дорогие девятиклассники. Тема сегодняшнего урока – «Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 годы». Цель сегодняшнего урока – хочу вас познакомить с основными направлениями внешней политики Российской империи в начале 20 века, подвести вас к пониманию причин, повода, последствий русско-японской войны. И мы с вами продолжаем формировать умение работать с историческими документами, картой и самостоятельно учимся делать выводы. Внешняя политика Российской империи в начале 20 века проводилась по двум направлениям – западное направление и дальневосточное. И стояли следующие задачи – в западном направлении не допустить новых военных конфликтов России на западе и на восточном направлении расширить сферу влияния России на Дальнем Востоке. В отношении первого западного направления какие же действия были предприняты? Николай II в 1899 году стал инициатором Международной Гаагской конференции. Участниками этой конференции стали представители 26 стран Европы, Америки и Азии. Какие же решения были приняты в процессе конференции? Николай II впервые поставил вопрос о всеобщем разоружении. Но эта идея не была поддержана Германией, которая не была заинтересована в прекращении войн в Европе. На Дальнем Востоке у России был противник – Япония, которая ставила перед собой цель создать великую державу. Какие же были предприняты шаги России? В 1896 году Россия и Китай заключили секретный союз. В 1898 году Россия и Китай подтвердили договор об аренде Ляудунского полуострова и порт Артура сроком на 25 лет. В 1897-1903 годы была построена КВЖД. Что же это такое? КВЖД – это китайская восточная железная дорога, которая связала Забайкалье с Владивостоком. Военное присутствие России в Китае вызывает обострение противоречий между Россией и Японией. Японию в этой ситуации поддержали Англия и США, которая оказывала материальную помощь в поставке сырья, материалов и т.д. и подстрекала Японию к развязыванию войны с Россией. В 1903 году Николай II созывает совещание по поводу войны с Японией. Сергей Юрьевич Витте категорически настаивал не ввязываться в эту авантюру, предлагал экономически осваивать Дальний Восток. Однако были и те, кто советовал императору эту победоносную маленькую войну. Для того, чтобы поднять патриотический дух в обществе и отвлечь народ от революционных идей. Еще раз давайте с вами рассмотрим, каковы же были причины русско-японской войны 1904-1905 годов. Итак, первое. Стремление России к расширению присутствия на Дальнем Востоке. Столкновение интересов России и Японии. И попытка царского правительства отвлечь народ от революционных настроений. Сейчас мы с вами подробно рассмотрим ход военных действий этой войны. 27 января 1904 года японские корабли без объявления войны атаковали русскую скадру, которая стояла в порт Артуре. В этот же день в корейском порту Чимульпо русские суда терпят поражение в неравном бою. Крейсер «Варяг» и лодка «Кореец» были потоплены своими же матросами, только для того, чтобы эти суда не отдать противнику. Японцам помог и случай. Броненосец Петропавловск наскочил на мину в бою. На этом судне находился адмирал Макаров вместе со всем своим штабом. Все они погибли. В феврале 1904 года первая японская армия высадилась в Корее и перешла границу Маньчжурии. Состоялся неравный бой у города Тюринчина. Русские отступили к Ляояну. Весной 1904 года вторая японская армия высадилась на Ляудунском полуострове. Порт Дальний был захвачен. Именно его японцы использовали как плацдарм для дальнейшего наступления на порт Артур. В августе 1904 года начинается наступление японской армии на порт Артур. Русские войска оказывают ожесточенное сопротивление. Японцы активизируются и все сильнее продолжают наступать. Но понимая, что быстро крепость им взять, не взять, они переходят к ее осаде. Итак, осада крепости порт Артура начинается с июля и продолжается по декабрь 1904 года. Генерал Маньчжурской армии Куропаткин предлагал наступление на восточный фланг японской армии. Но в самом конце он принял решение и приказал русским отступать. Осенью 1904 года на подмогу осажденным крепости выходит эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского. Столь долгая осада была возможна только благодаря действиям талантливого генерала, который руководил обороной крепости Кондратенко. Героизм и мужество русских солдат восхищали японцев. И было принято решение продолжать бои за крепость Порт-Артура. 20 декабря 1904 года генерал Стессель принял решение сдать крепость японцам. Военные действия продолжаются. Японцы продолжают свое наступление. Основные части были переброшены к городу Мукден. В феврале 1905 года возникает угроза окружения русской армии. Кульминация этого сражения наступила 26 февраля 1905 года, когда 5-я японская армия прорвала левый фланг русских и вышла в район северо-восточнее Мукдена. В тот же день русским войскам был отдан приказ об общем отступлении. Ребята, Мукденское сражение – одно из главных сухопутных сражений русско-японской войны 1904-1905 годов. Самое кровопролитное, самое большое по масштабу. Потери русских в этом сражении составили 89 тысяч солдат. Японцы потеряли 71 тысячу. 14 мая 1905 года Тихоокеанская эскадра под командованием Рожестинского вошла в Цусимский пролив. Здесь она встретила отлично подготовленный технически японский флот. В результате этого сражения практически весь русский флот был уничтожен. Цусимское сражение стало решающим морским сражением русско-японской войны 1904-1905 годов, которая предрешила исход войны в пользу Японии. После Цусимского сражения наступило время относительного затишья, которое нарушили японцы, высадив на остров Сахалин два десанта. Бои за остров продолжались два месяца. Необходимость заключения мира понимали все, даже те, кто в этой войне участия не принимал. В России начинается революция, армия нужна в стране для подавления волнений. В Японии победы достались дорогой ценой, экономика была истощена, и Япония практически не могла вести дальше войну. Европа и США были обеспокоены усилением Японии на Дальнем Востоке. Сильный противник ни в лице Японии, ни в лице России Европе и США не был нужен. Посредником в переговорах выступил президент США Теодор Рузвельт. Переговоры состоялись в Портсмурте, США. 23 августа 1905 года был подписан Портсмуртский мирный договор. Главой русской делегации был назначен Сергей Юльчевитте. По итогам подписания договора, что же было решено? Россия признала Корею сферой влияния японских интересов. Оба государства обязывались вывезти свои войска из Маньчжурии. Россия уступила Японии часть острова Сахалин, южную часть острова Сахалин и право на аренду Порт Артура. Россия предоставила японцам право рыболовства вдоль русских берегов, японском, охотском и беринговом морях. Итак, каковы же были причины поражения России в этой войне? Во-первых, Россия не была готова к этой войне. Не дооценили силы соперника, отсюда и ошибки командования. Конечно же, заключалась трудность переброски войск и снаряжения на Дальний Восток. И Россия находилась в дипломатической изоляции. Англия и Америка заняли про-японскую позицию, а Франция высказала нейтралитет. После окончания русско-японской войны, центр внешней политики России сместился в Европу. Англия стала искать пути сближения с Россией из-за усиления Германии. В 1904 году Англия заключила сердечное соглашение с Францией, которое будет называться Антанта. Франция, соответственно, была союзником России. В 1907 году в Петербурге Англия и Россия подписали договор о разграничении сфер влияния в Иране, Афганистане и Тибете. Это окончательно раскололо Европу на два противоборствующих лагеря. С одной стороны Антанта, союз России, Франции и Англии. И тройственный союз, который заключили Германия, Австро-Венгрия и Италия. Ребята, это очень важно. Запомните, пожалуйста, тему внешняя политика Российской империи. Заканчивая тему «Внешняя политика Николая II. Русско-японская война», рекомендую выполнить вам домашнее задание по учебнику «История России. 9 класс». Изучите параграф 29. На странице 85 проработайте карту. На странице 87-88 рекомендую ответить на вопросы устно. И изучив эту тему, вы должны знать термины и даты. Урок окончен. Желаю вам успехов в вашем путешествии по страницам истории России. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова